Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить тему, которая некоторым кажется чрезмерно загадающей вперед, но тем не менее, с моей точки зрения являющейся настолько актуальной, что некоторые эксперты в последние минуты соскочили. Это тема о том, как могут влиять украинские события на развитие России. Как сделать так, чтобы не допустить возможного нападения на Россию и нацистской Украине, чтобы не допустить возможного перерастания этого нападения во вторую февральскую революцию России? Я провел маленький опрос к завтрашней встрече господина Путина с гражданином Порошенко о том, что должен сделать на этой встрече Путин, как президент Российской Федерации. Я очень мало времени занял на этот опрос, но ответил в разных соцсетях почти полторы тысячи человек. Надо сказать, что народ гуманный. Продолжение искалечить господина Порошенко поддержало только полтора процента участников голоса. Правда, почти столько же, три процента, поддержали идею организовать совместный государственный бизнес. Это вопрос о перспективах интеграции России с сегодняшней Украиной. И четыре процента поддержали идею «приятно провести время». Пять процентов поддержали идею «убить своими руками за совершенное преступление». Одиннадцать процентов поддержали предложение публично под камеру набить морду. Надо сказать, что в этих одиннадцати процентах и я тоже. И двенадцать процентов поддержали предложение поручить спецслуживам арестовать и посадить в московский зоопарк. Восемь процентов, я пропустил, поддержали идею провести дружественные конструктивные переговоры, как и положено президенту. Наибольшие ответы 27 процентов не встречаются, потому что переговоры с нацистом бессмысленны и унизительны. И 28 процентов ультимативно потребуют прекратить геноцид и немедленно потребуют провести немедленную деноцификацию Украины. Это, безусловно, состояние не всего российского общества, это состояние части российского общества. Вопросы в социальных сетях и интернете не являются репрезентативными. Но, тем не менее, это отражает отношение России к возрождению нацизма на европейцах. Надо сказать, что, безусловно, Запад организовал нацистский переворот на Украине не для того, чтобы создать проблему Украине. А эта акция, в первую очередь, нужно рассматривать с геополитической точки зрения, как удар по России. И этот удар продолжается. Как сообщили некоторых моих коллег, не из Украины, украинцам, американцы категорически поставили задачу Порошенко к 1 сентября взять Луганск и Донецк. Этим был вызван пароксизм штурма, который они предприняли, и, собственно говоря, военное поражение. Уже понятно, что это не выйдет, и последующая реакция американцев непонятна. Что они будут делать 31 августа, когда станет ясно, что троечник Порошенко провалил домашнее задание. Накал страсти и отношение к нам таково, что ничего хорошего ждать не стоит. Провокация с малазийским воином, скорее всего, слава богу, провалила. Сейчас единственный вопрос, который у меня вечно существует по поводу малазийского воинга. Лично Обама давал самцу на попытку уничтожения Путина, потому что там, судя по всему, просто самолеты перепутали. Или какая-то обезьянка пониже, какой-нибудь директор ЦУРУ проявил, что называется, свойственную ему инициативу. Все остальное примерно понятно, потому что уже были заявления Российского Союза инженеров, организации совершенно не политизированные. Были заявления малазийских экспертов и так далее, и так далее, и так далее. Но Запад ведет против нас холодную войну, и холодная война с заявлениями экспертов не заканчивается. Поэтому, даже если им не удастся отыграть малазийский боинг, они будут придумывать другие провокации. И не будем забывать о том, что, с одной стороны, мы, безусловно, видим истощение военной силы Украины. Это видно по тому, что воевать на Востоке. Но, с другой стороны, мы видим попытку формирования достаточно серьезной армии, которая предназначена не для Луганска и Донецка, а которая предназначена для вторжения в Крыму. С другой стороны, мы видим в России серьезное ухудшение экономической ситуации. Оно вызвано пороками современной социально-экономической модели. Оно вызвано коррупцией и монополизмом. И негативные стороны стали проявляться задолго до украинского кризиса. Но падение уровня жизни основной массы населения идет уже в течение года. Идет с лета прошлого года, и оно ускорилось этой весной. Соответственно, либеральная пропаганда работает достаточно эффективно. И бизнес, и население, я думаю, через месяц уже будут четко знать, что во всем виноват Путин. Это первое. И если их крайне нет воды, значит, Путин должен уйти. Это второе. Либеральная пропаганда в этом отношении работает очень интенсивно, достаточно изобретательно. К Макаревичу и Быкову она далеко не сводится. Это скорее эксцессы отдельных исполнителей. Так же, как и Малазийский Боинг. И общая позиция либералов звучит примерно так. Если вот очистить их логику, вывести их в одну формулу. Мне не нравится Путин, поэтому русских нужно убивать. В чистом виде это звучит так же омерзительно, как и либерализм, который является сегодняшним выражением нацизма. Но на самом деле ситуация, несмотря на некоторое облегчение военной ситуации на востоке Украины, очень серьезная. Первым я прошу выступить Сергея Заворотова, политолога. Добрый день. Я хотел бы воспользоваться присутствием здесь журналистов и затронуть тему, которая сегодня очень волнует нас, тех, кто с Украины приехал сюда. Я пять лет проработал советником, министром Украины. И вот, если говорить о февральской революции, о том, то большой взрывной материал сегодня накапливается на Донбассе. О чем идет речь? Активизация военных действий сегодня со стороны ополченцев во многом связана, скорее всего, с тем, что они прекрасно понимают. Вход вооруженной кампании, военной кампании осень-зиму чреват серьезными последствиями. Вот давайте посмотрим чисто по цифрам, что мы имеем в виду. Сегодня в Луганске осталось, по нашим подсчетам, где-то 200 тысяч жителей. В целом Луганская область, то, что контролируется по станциям, это где-то 800 тысяч мирных жителей. Так, в Донецке картина не менее трагичная, там из миллионного города уже осталось где-то половина. И с городами и поселками мы получаем где-то около 2 миллионов человек. В общем, где-то 2,8, а 3,2 миллиона мирных жителей сегодня входят в осенне-зимний период военной кампании. Значит, что это сегодня означает? Ну, чтобы питаться, нужен 1 килограмм примерно продукта в день. Вот, чтобы прокормить огромную массу, туда, скорее всего, Россия должна поставлять в ежедневном режиме до 300 тысяч тонн продовольства. А что такое 300 тысяч тонн продовольства? Где эксплуатировать? Как доставлять? Железнодорожные станции переезда разрушены, мосты взорваны, сами дороги, вы знаете, находятся в зоне боев. И это серьезная проблема, настолько серьезная, что можно сегодня говорить о приближающейся гуманитарной катастрофе зимой в этих регионах. Естественно, я уже не говорю о том, что все сети разрушены, магазины сами. Транспортные компании, которые должны были доставлять все это, тоже не работают. И вот мы с вами получаем гигантский, огромный ареал, где скопились миллионы людей, причем это знают не только у нас, это знают и понимают на Западе. И, кстати, один из расчетов американцев в том и состоит, чтобы изолировать этот район, уничтожить инфраструктуру, тепло, гидроэлектроцентрали, уничтожить все то, что позволяет нормально жить. И зимой просто это должно вымерзать, погибать и умирать. Другого выхода Запад для этого региона, точнее, американцы их не предусматривают. Что касается отопления, вы понимаете, значит, сегодня, ну вот когда мы работали, значит, у нас отопительный сезон, подготовка к отопительному сезону начиналась где-то с мая месяца. Уже в мае, в апреле проходили совещания в кабинете министров и шла подготовка к земляному сезону. Главное завести уголь. Уголь завозился на теплоэлектроцентрали. Сегодня ни в Луганске, ни в Донецке, ни к одной из теплоцентрали не завезено уголево, просто нет. То есть, фактически, как его завозить, шахты не работают. Где брать уголь? Видимо, опять Россия. Значит, вот мы и получаем с вами, что где-то осенью, либо из этих мест хлынет поток беженцев в Россию, а это примерно полтора миллиона человек, 700 тысячам. И мы понимаем, что эти проблемы ложатся тяжелейшим временем на плечи российского государства. Естественно, эти люди, ну, приедут сюда не с самыми лучшими настроениями, они разочарованы, они понимают, что стали жертвами, как вот этой безвыходной ситуации военного. И в этой драматической ситуации уже сегодня, мне кажется, об этом надо говорить громко. Россия должна прекрасно, ну что ли, вот как и на Украине когда-то раньше, да, осознание и понимание этой проблемы, осознание того, что говорит Михаил, а возможно ли здесь февральская революция, нужен ли здесь такой взрывной потенциал, если мы возьмем 700 и еще полтора миллиона беженцев, да, то цифра вообще катастрофическая, вот, оставшиеся люди там на той территории, вот, то как эту проблему решать? Вот, я вижу вариант такой, что, вот почему я активизирую сополченцы и повстанцы с первого и самое главное, отодвинуть линию фронта от городов, ну, где-то на 150-200 километров, чтобы артиллерия не доставала по городам. Это главное. Систематические обстрелы украинских городов и поселков, вот в этой зоне, практически лишают возможности вести какие-то работы. А значит, все это население и вся эта инфраструктура, все обречено на гибель. Да и сами ополченцы будут в очень непростой здесь находиться ситуацией. Это ключевая задача. Вторая, мне кажется, один из путей решения. Это инициирование, обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности со стороны России. Это предложение координации усилий Международного Красного Креста, гуманитарных организаций. То есть, осознать сегодня эту проблему, другой такой нет по размерам и по масштабам. Ну, что мы видим? Красный Крест, ну, практически нулевые поставки. Все делает в одиночку Россия. Мы, российская дипломатия пытается привлекать, но, видимо, надо усилия удвоить, утроить. Проводить специальные слушания и разъяснять масштаб грядущей катастрофы. Чтобы не получилось, что где-то осенью, в октябре, ноябре мы сталкиваемся с этой проблемой. И в авральном режиме, помните, как когда-то Шой был батареей, возил на Дальний Восток, в Россию, чтобы менять отопление. Вот чтобы не получилось так, чтобы мы вот эти продовольствия, какие-то топительные приборы, станции начали бы завозить в каком-то авральном порядке со стороны России на эти территории. Это то, что касается этой грядущей серьезной проблемы и как с ней попытаться справиться совместными усилиями. Конечно, нужно привлекать в первую очередь Германию, привлекать Европу, потому что поток беженцев хранит и туда. Теперь, что касается темы самой нашей встречи, это первый вопрос, я хотел бы попросить журналистов говорить, спрашивать, писать об этом. Это та трагедия, с которой мы столкнемся, вот уже остался месяц где-то у нас. Теперь, что касается темы, я бы говорил, сформулировал ее так, февральская революция на Украине, не в России. Я бы тут уже не стал даже к этой теме возвращаться. Почему? Сегодня мы проводим закрытые опросы общественного мнения. Вот один из закрытых опросов был проведен в Харьковской области. То по этим данным, это, вы знаете, будет избирательная кампания, вот отдельные кандидаты представляют нам свои опросы общественного мнения. Так вот, Харьков находится рядом, практически в нескольких сотнях километрах от зоны боевых действий. Какие там доминируют настроения? Первое и самое главное настроение – это усталость от войны. Все хотят прекращения войны. Это очевидно, и здесь опросы просто показывают, что от войны все устали. И люди требуют в той или иной форме как-то ее решить. Вот как решить? И вот здесь срабатывает украинская пропаганда. Значит, переговорами с повстанцами за это высказывается примерно одна треть опрошена. И это большой скачет. Просто большой скачет, потому что раньше этого не было. Значит, примерно остальная, где-то около третья, говорит о том, что нужно продолжать боевые действия и операцию. И это в Харькове. Мы знаем, город всегда отличался, значит, там за время всего этого срока Януковича, да, примерно добрая треть от 25 до 30 всегда поддерживала, скажем, оранжевых в этом городе. И где-то эти настроения так и остаются. То есть мы с вами видим, настроение начинает меняться, но очень медленно. И настроение меняется медленно на Украине, я думаю, и в других регионах также. Потому что есть национальные особенности. И мне вот те, кто на Украине жил и хорошо знает, поймут, что вот есть такой известный исследователь психологии украинцев, Густав Водичко, да, и он как-то написал фразу. В одной фразе он выразил характер украинца. Примерно так он определил его, что если варенье не летит в рот сегодня, значит, нелетная погода. То есть это вот, значит, нужно спокойно сидеть, дожидаться, ничего не делать и стараться немножко, как моя хата с краем, образно говоря. Вот эти настроения сейчас начинают меняться. И начинают меняться потому, что они в последнюю очередь все идеалы Майдана были преданы. Вот поступает, ну, кто читает внимательно украинские сайты, наверное, и замечает. Против АТО, как таковой, да, народ не высказывается. Высказывается за что? Высказывается за то, что и по опросам, значит, были бронежилеты, были контрактники, была оплата за это, и убрать бездарное командование. Примерно как бы вот народ настаивался. Вот это требование было в движении матери защиты, матери против войны, вы помните, которая развернулась на Украине, особенно там, где начали поступать гробы. Вот где пошли первые гробы, это западная Украина. Вот там это движение получило, и съезд прошел уже матери. Вот, меняется настроение афганцев. Как ни странно, значит, афганцы были за Майдан, участвовали в Майдане. Афганцы сформировали даже свои батальоны. Но сегодня афганцы выступают за то, что, как бы, общим лейтмотивом становится такая идея. Идеалы Майдана преданы. Это была антиалегархическая, демократическая революция. Мы сейчас имеем у власти президента-олигарха, мы имеем разборки олигархов. И сегодня олигархат украинский, и это уже понимают на Украине, фактически демонстрируют, что проблемы страны, реально, которые существуют, его не волнуют. Их волнует передел собственности, их волнуют финансовые потоки. А если такая ситуация, то закономерный вопрос возникает у граждан. А способно ли украинское государство выдержать это? Вот выдержать этот олигархат драку? Конечно нет. Украинское государство этого не выдержит. И поэтому сегодня можно говорить, что где-то 15 октября пройдут парламентские выборы. Они резко катализируют настроение людей. Будет огромное количество разочаровавшихся, потому что выборы проходят под контролем Центра избиркома. Как они проходят, я хорошо знаю сам тоже, как это все делалось раньше. Сейчас эта система просто отлажена на все 100%. Выборы пройдут под контролем. И победит партия войны. Победит та партия, которая будет выступать за войну. А вот все те недовольные, которые сегодня попытаются поучаствовать в мажоритарной системе выборов, все эти проигравшие, а это афганцы, это представители крайне радикальных крыльев, это представители других националистических организаций, которые пойдут по мажоритарной системе. Эти все будут крайне недовольны. И я могу сказать, что скорее всего после выборов можно ожидать резкой оптимизации политической. И вот тогда-то февральская революция на Украине, она, собственно говоря, не будет и подготовлена. И развитием экономической ситуации, и развитием кризисной ситуации внутри самой правящей элиты. Ну и наконец, тем, что абсолютно понятно, стали интересы олигархата. Мы это все видим, и украинцы тоже не слепые, а прекрасно понимают. Десять минут прошло. У меня очень много. Поэтому, вот, с моей точки зрения, Украина вызревает, конечно, медленнее, чем Россия. Вы знаете, в России февральская революция понадобилась несколько лет Первой мировой войны, понадобилась работа большевиков, понадобилась работа и тайной полиции. Вы знаете, там Протопопов пытался спровоцировать искусственные конфликты, и проводилась такая политика Министерства внутренних дел. То на Украине это пойдет намного быстрее. Как говорил, год политического развития на Украине сегодня равен нескольким годам, значит, мирного развития царского режима. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо огромное. Я должен, единственное, зафиксировать несколько деталей, которые вы звучали. Что то, что сейчас в Харькове за переговоры с повстанцами выступает третье селение по закрытым вопросам, мне представляется нагляднейшей иллюстрацией той катастрофы, которая случилась с Россией на Украине. Потому что по опросам, правда, тоже закрытым СБУ, в начале марта этого года, в том же самом Харькове, за союз с Россией выступало чуть больше половины населения. То есть вот такая вот динамика. Совсем недавно за союз с Россией более половины, сейчас за переговоры с повстанцами, только за переговоры треть, и это хороший результат, который следует о быстром улучшении ситуации. Значит, дальше в Европу пойдут не беженцы, в Европу пойдут рабочие силы, к которым Европа, в общем-то, нуждается. Так что Европа здесь оказывается в большом серьезном выигрыше всех этих событий. Но обращение России к Западу о том, что на Луганске произведут коммунитарные катастрофы, нужно что-то сделать, чтобы спасать людей, мне напоминает лично обращение к Гитлеру по поводу еврейской общественности, по поводу того, что Холокост может ухудшить положение еврейского населения. Потому что я думаю, что все это затевается не господином Порошенко, не господином Коломойскому, не просто исполнителем. Конечно, Россия сталкивается с огромным количеством растущих проблем. Это некометно то, что говорил Михаил Геннадьевич Делягин, относительно ухудшающего финансового и социально-экономического положения. Правда, оно не так заметно пока, но, тем не менее, действительно осложнение идет. И, вероятнее всего, зимой мы увидим более яркие примеры этого тренда. Это совершенно явно. Но я бы сказал, что то, что происходит сейчас в Новороссии, и та нерешительность, с которой Кремль себя ведет в отношении поддержки Новороссии и пророссийских областей, говорит о том, что действительно на Россию свалится вот эта огромная проблема финансовой, экономической, ресурсной поддержки. А бюджет, как вы знаете, имеет некую ограниченную величину. Выходить из него будет все труднее и труднее. Еще одно направление осложнений, который нынешний режим и правительство Российской Федерации будет ощущать, конечно, связано с ужесточающейся ситуацией холодной войны и необходимостью принятия все новых и новых программ по сбалансированию военно-технического и стратегического преобладания, которые имеет Запад в отношении Российской Федерации. Но главной проблемой все-таки не представляется, это внутренняя проблема неотрегулированности кадровой ситуации исполнительной власти, отсутствие четкой, ясной, идеологической платформы, на которой должна функционировать власть и разрабатываться внутриполитические мероприятия, внешнеполитические мероприятия. Все это говорит о том, что наше политическое руководство через 3-6 месяцев будет находиться, если не в агонии, то, во всяком случае, в очень жестком трессинге. И, вероятнее всего, и Соединенные Штаты понимают это, и Западная Европа. Но парадокс ситуации состоит, конечно, еще в том, что не менее сложные обстоятельства характеризуют положение и наших американцев, как говорит Путин, партнеров, хотя это очень странная формировка. У Вашингтона также разъезжаются стулья, на которых он сидит, в разные стороны. Это и Ближний Восток, это и Европа, и, в частности, Украина. И Украина, которая тоже должна впасть в полуобморочное состояние буквально через полтора-два месяца, когда начнется зимний отопительный сезон. И, де-факто, конечно, очищение сознания украинских масс будет чрезвычайно быстрым. Поэтому мы видим здесь ситуацию бега на перегонки, кто быстрее сумеет упасть и кто пытается этим расходоваться. Я позволю себе сделать небольшой прогноз. Я считаю, что в этот зимний-осенний-весенний период 2014-2015 года Россия его пройдет с большими сложностями, но пройдет. Но вот то, что начинается за рамками 2014-2015 года, там возникают совершенно явные причины для крупных социальных волнений, которыми, естественно, воспользуются противники Кремля с разных политических сторон. И мне представляется, что как раз 2016 год будет подходящим годом для планирования некой политико-идеологического движения по типу того, что мы видели некоторое время назад на Болотной площади. Если это произойдет в рамках поражения России и пророссийских сил на Украине, на Юго-Востоке, это лишь ужесточит критику действующего правительства и президента к лейтенанту. В то же время, если удастся преодолеть украинское наступление и создать буферное государство, то в этом случае, конечно, экономическая часть будет давить гораздо сильнее. И со стороны и Западной Европы, и со стороны США будут предприниматься еще более объемные усилия для того, чтобы каким-то образом срезать действующий режим и создать абсолютно новую ситуацию и в Российской Федерации, и в Европе. И в этом плане, конечно, самым парадоксальным явлением текущей политической обстановки является приверженность Путина к финансово-экономической либеральной модели, сохранение того же кластера кадров, которые, собственно говоря, проявили свою квалификацию за последние 5-6-7-8-10 лет. И в этом смысле, естественно, я сделал такое предположение, что ни один вариант, ни второй вариант требует от Кремля либо принятия ситуации создания или перехода на совершенно новые рельсы так называемой мобилизационной военной модели, на что идеологически ни президент, ни его окружение не готовы. И в этом случае, конечно, социальные всплески, социальные волнения станут реальностью жизни, видимо, достаточно скоро в рамках вот этих полутора-двух лет. Спасибо. Что такое была февральская революция, если, так сказать, свести ее к чистой логике? Это возникновение вакуума власти. Власть оказалась сведенной к одному лицу, которое никого не устраивало, которое оказалось на скрещении противоречий национальных, международных. И у тогдашней, если пользоваться термином олигархии, создалось впечатление, что если это первое лицо убрать, то все будет хорошо. То есть февральский дворцовый переворот – это сдача олигархии первого лица. Олигархия ошиблась, хорошо не стала, прежде всего, самой этой олигархии. Но это уже другой вопрос. Иными словами, когда мы говорим «февраль», мы в самом широком плане имеем дворцовый переворот, когда верхушка сдает главного начальника, решая свои внутренние и международные проблемы. Теперь, что касается украинского кризиса, почему он возник сейчас. Связано это как с нашими процессами, так и с международными. Прежде всего, это мировой кризис, кризис Соединенных Штатов Америки, которые вышли из тяжелой ситуации, в которой они оказались в конце 80-х годов, благодаря грабежу соцлагеря в 90-е годы. Наверное, вы знаете, что последние три года правления Клинтона были совершенно фантастическими. Это был впервые за 30 лет профицит бюджета Соединенных Штатов. Это был результат ограбления соцлагеря, прежде всего, России. Но фортуна никогда ничего не дает навечно. Все это закончилось. И в начале 20-го века у американцев была доктрина нового порядка, Бушевского, которая провалилась. Вслед пришел за ней новый беспорядок или новый хаос Абарна, который тоже провалился. И это нашло отражение в доктрине США Соединенных Штатов. 5 января 2012 года она была обнародована. И было сказано, что Соединенные Штаты могут вести не две войны, как раньше предполагалось, а одну войну и некие непрямые действия кое-где еще. Вот эта стратегия нового хаоса или нового беспорядка, она хорошо двигалась по арабской весной, дотопала до Сирии, где она уперлась в китайско-российскую стену. И вот здесь эта доктрина хаоса начала буксовать. И ясно совершенно стало, что в отличие от Ливии, которую мы сдали, Сирию мы сдавать не будем. И это очень серьезно огорчило наших партнеров. Кстати, когда про американцев говорят партнеры, я всегда вспоминаю эпизод из старого моего любимого фильма «Детство» «Тайна двух океанов», где чекист, которого играет Павел Успекаев, разыскивает японского шпиона Маэда, его играет Глузский, и он приходит в гостиницу и говорит, что не здесь остановился мой друг, музыкант Ивашов. И мой друг, музыкант Ивашов, с ножом идет, готов ему уже мандить нож в спину, и начинается такая борьба. Вот наши партнеры – это музыкант Ивашов, который стоит с ножом у спины. Кроме того, ясно совершенно, что в мировой конфликт, внутри мировой олигархии, привел к тому, что часть полупериферийной олигархии, которая создает свой БРИКС, она нуждается в военном прикрытии, и единственным военным прикрытием всей этой команды может быть только Российская Федерация, что тоже создает проблемы России с Соединенными Штатами. И Украина – это, безусловно, такой асимметричный ответ, украинский кризис на все эти вещи. Сам украинский кризис – это, безусловно, страшное поражение российской олигархии за последние 20 лет, причем поражение, которое произошло на чисто классовой основе. Вот это чисто классовое поражение, потому что 20 лет представители российской олигархии в лице своих таких представителей, как Черномырдин, Зурабов, они вели свои гешефты с украинскими олигархами, пели песни под баян, а вот американские партнеры, они работали со всеми социальными группами, абсолютно, а не только с олигархами. И вот эта классовая тупость, алчность и жатлой российской олигархии, она и привела к украинскому кризису, который вот этот американо-нацистский, американо-бандеровский перевод нужно рассматривать как, безусловно, поражение российской олигархии. И Крым – это лишь выигранное очко в проигрываемой партии. Значит, вот все эти векторы, международные и внутренние, сложившись, они создали у части американского истеблишмента, и у всего части задачу создать проблемы России, создать некий таран на российской границе и решить те проблемы, которые не были решены в 1991 году, когда Россию не добили. Почему не добили? По нескольким причинам. У России ядерная держава, есть проблемы Китая. Но, думаю, самым главным причином, почему Россию не стали добивать в 1991 году, это эйфория по поводу того, что и так все будет хорошо. Не случайно Клинтон в 1995 году сказал, мы позволим России быть, но мы не позволим ей быть великой державой. То есть, мы позволим ей быть, она будет существовать как наша функция. И, кроме того, сохранение централизованной системы позволяло легче грабить страну. Одно дело иметь в Москве гранд-алкоголика, с помощью которого можно грабить всю страну, или иметь дела с 50-40 людьми, с которыми нужно договариваться, чтобы эту страну грабить. Но американцы не учли политэкономию Маркса. Одно очень важное вещь. Они не считали 24-ю главу капитала Маркса по первоначальному накоплению. Дело в том, что капиталистическому накоплению предшествует первоначальник, который капиталистическим не является. И если в ЕДКП-системы первоначальные накопления предшествуют капиталистическому, то на периферии и полупериферии они со-жительствуют. Более того, первоначальное накопление задавливает капиталистическое. В социальном плане это приводит к следующему. В каждой полупериферийной стране возникают две группы. Я их условно называю приказчики и контролеры. Приказчики это люди, которые готовы сдать свою страну транснациональным корпорациям по принципу чего хотите. Но если у данной страны сохраняется какой-то суверенитет, если это не полуколония, а суверенная демократия, то возникает слой людей, которые контролируют первоначальное накопление капитала и которые вступают в противоречие с приказчиками. Я этих людей называю контролерами. С точки зрения экономической политики разницы между приказчиками и контролерами нет никакой. Они и другие сторонники либеральной модели. Но если приказчики готовы встать на четвереньки перед транснациональными корпорациями, то контролеры не готовы этого сделать. Они хотят сами управляться на данной территории. И если что-то отстегивать, нет некую дань, но при этом мы контролируем эту территорию. И в результате этого просчета американского в первые десятилетия 21 века, благодаря этой логике несовпадения первоначального накопления и накопления капиталистического, в России возникли вот эти две группы контролеры и приказчики. И, собственно, глобальная олигархия готова терпеть контролеров только до определенного момента. Когда они начинают давать сдачи, когда они показывают, что в ближней своей зоне они хотят разбираться сами, они становятся проблемой для глобальной олигархии, которая такие вещи терпеть не может. И глобальная олигархия ставит задачу зачистки. Вопрос, готов ли правящий слой Российской Федерации к длительному противостоянию глобальной олигархии для улучшения своего положения, для спасения себя и метафизического, и физического. Здесь много против и есть одно за. Что ослабляет правящий слой России в системном противостоянии глобальной олигархии? Дело в том, что генезис любой системы определяет на дальнейшее функционирование. Нынешний правящий слой родился в результате капитуляции и предательства 1989-1991 года и разбоя 1990-х годов. То есть печать поражения лежит на нем. Это люди, которые не привыкли побеждать. Вторая вещь. Большая часть правящего слоя России привыкли делить, а не создавать. Отсюда низкий профессиональный уровень, неумение напрягаться, страсть к сладкой жизни и так далее. Третья. Это привычка к подчиненному положению. То есть, как пел Высоцкий, и в Сосале нельзя за флажки. То есть, есть некая линия, которую нельзя переходить. Четвертый. Психологический портрет, который, в общем, очень ослабляет вообще бойцовские качества. Это гешертная психология, это социокультурная маргинальность, отсутствие стратегической культуры и невладение мировой глобальной повесткой дня. Реальной картины мира нет. Для того, чтобы удачно бороться с противником, более сильным, нужно знать уязвимые места, нужно знать, куда стрелять. В свое время Зиновьев говорил о том, как на американских центрах изучали Советский Союз. Не как зоолог изучает слона, а как охотник, чтобы убить с одного выстрела. Собственно, этим и занимались западные центры. Ну и, конец, последняя проблема, на мой взгляд, это стихийный или сознательный антисоветизм обусловленной классовой природой. Это феврализм, белогвардейская идея. Но на такой идейной основе невозможно противостоять глобалистам. Дело в том, что единственная в русской истории советская система, которая успешно противостояла Западу, это советская система с ее идеологией. Белая империя, это 1870-1910 годы, она абсолютно проигрышная, и возрождение ее реликтов, это возрождение, так сказать, пораженчества. Здесь либо элита должна, правящий слой должен разворачивать в сторону советской идеологии, чего он не может делать по классовой своей природе, либо он должен менять свою классовую природу. Это слабость, это минусы. С другой стороны, что подталкивает к другому? Элементарная вещь – самосохранение. То есть нужно становиться государственниками против своей воли, чтобы выжить, и не оказаться в Гааге или где-то еще совсем похуже. То есть здесь призраки Милошевича, Каддафи и Саддама Хусейна, они, как призраки от Сагамы, должны напоминать, что есть серьезные проблемы. Иными словами, успех, и не успех, а серьезные противостояния, так сказать, длительные, длительные в современном мире, где все очень быстро длительно, это 4-5 лет, дальше загадывать сложнее, противостояние требует совершенно иного подхода и к своему историческому прошлому, и к реальности, и к экономической стратегии, и к социальной стратегии. Здесь уже говорил мой коллега о том, что необходима мобилизационная экономика, дело даже не в мобилизационной экономике, потому что моб-экономика – это элемент моб-системы со всеми вытекающими последствиями. Иными словами, серьезное противостояние для спасения той части элиты нашей, которой властной, которой не на что рассчитывать, кроме ГААГи, предполагает очень серьезное изменение и экономическое, и идеологическое. То есть, как в Контего-Бунке, бух в костер, один бух котел там сварился, а другой выскочил добрым молодцем. То есть, чтобы выскочить добрым молодцем, нужно очень и очень много поработать. Ясно совершенно, что путинский режим, Запад и пятая колонна постараются свалить под крики о борьбе с коррупцией и так далее. Но, как говорил когда-то Зиновьев про Советский Союз, Метелев, коммунизм, а попали в Россию, здесь то же самое будет. Будет формально цель – коррумпированный режим, а бить-то будут по России, чтобы навсегда решить, чтобы это стало окончательным решением русского вопроса. И вот на это не надо ловиться и помнить очень хорошую фразу, которую сказали Маркс и Энгельс по поводу революции 1948 года. Теперь мы знаем, какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее использовать. И негодяи у нас, понятно, это пятая колонна, поэтому нужно быть бдительными. И одна из главных задач, не самая главная, но очень важная – это политика правовой подавления пятой колонны. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Ильич, а вы мне показывали совершенно замечательную сейчас цитату, и могу ее зачитать. Ну, она не политкорректная, но мы люди… Я считаю, что Андрей Ильич не хотел ее зачитать. Ну, мы люди не политкорректные, да. Она просто выпадала в моем состоянии. Она, если всем соответствует теме, она очень характерна. Михаил Витман, гауптштурмфюрер СС. Цитата. Украинцы – это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою жену. Они идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары. Спасибо большое. Ну, и здесь еще было сказано насчет партнерства с Западом. Я, когда слышу слово «партнерство», когда сам ее произношу, я всегда вспоминаю замечательную фразу Михаила Сергеевича Горбачева, которая у нас почему-то всегда цитируется очень оборванным видом. У нас вообще страна оборванных цитат на полусловно. Вот все говорят, что… Михаил Сергеевич Горбачев очень много говорил, что мы все в одной лодке. Если я не ошибаюсь, полностью цитата звучит так. Все мы в одной лодке, но некоторые в качестве проверки. Говоря о февральской революции в России и ее возможности, стоит лучше вспомнить историю и посмотреть, на чем была основана та февральская революция. Однако, к тому впечатляющему ряду, который перечислил Андрей Ильич, я бы хотел добавить еще один резерв, который был сравним с резервом военной, но который не был абсолютно задействован Николаем II, хотя там не было никакого заговора, там было гораздо хуже. Я имею в виду Церковь, Русскую Православную Церковь. Дело в том, что в значительной степени на все последующие после отречения события повлияло то обстоятельство, что Русская Православная Церковь отречение императора не осудила и приняла. Нам сейчас трудно представить, какой авторитет был у Церкви в дореволюционной России. Почему это произошло? Дело в том, что с петровских времен у Церкви не было патриарха. Главой Православной Церкви был император, который соединял в себе и государственную власть, и церковную. Был учрежден Петром Священный Синод, который выполнял руководящие функции, как, скажем, правление организации. И после отречения императора сложилась ситуация, когда Православная Церковь лишалась своего харизматического лидера, своего, я бы сказал, главного контролера, и оставалась абсолютно в автономном режиме, со всей собственностью, со всем имуществом и со своим колоссальным влиянием на население. То искушение, которое было предоставлено руководству Православной Церкви тогда, они не смогли преодолеть. Полагаю, что в дальнейшем это укрепит их позиции, это создаст совершенно новые возможности для развития Православия. Чем все это кончилось, мы хорошо знаем. В некоторой степени, на самом деле, эта ситуация очень напоминает ситуацию, произошедшую на Украине. Дело в том, что, когда разворачивался Майдан, было очень интересно. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата заявила о своем невмешательстве и не делала никаких ни заявлений, ни осуждений. И, более того, она не делала даже призыва к мирным переговорам, к перемирию, как это было в 1993 году, когда Патриарх Алексий выразил пожелание быть посредником. Напротив, Расконнические Церкви, Украинская Православная Автокефальная Церковь, Григо-католики, Православная Церковь Киевского Патриархата, они с Майдана, с площади практически не слазили. И таких агрессивных призывов к расправе с действующим режимом, ну, в общем, даже в средние века нельзя было услышать. После переворота, после бегства Януковича из Киева, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата также не осудила произошедшее, полагая, что она сможет спокойно существовать и при новой власти, дистанцироваясь с ее, но сохраняя свое материально-техническое обеспечение. Что произошло потом? Потом выяснилось, что все не так просто. И, в общем-то, руководству Православной Церкви Московского Патриархата было указано на отличное поведение во время Майдана раскольников, которые за счет этого получили значительные бонусы. Церковь резко пересматривает свою позицию, делает два заявления. Первое заявление – это обращение местоплюстителя Ануфрия через голову своего непосредственного руководителя Патриарха Кирилла президенту Путину с просьбой остановить агрессию в Крыму. Это была, конечно, сенсация. Второе – на Украине собирается Общий Украинский Совет Церквей, куда входят абсолютно все, включая буддистов, сектантов и прочих. И все вместе они принимают заявление, осуждающее агрессию России против Украины. Таким образом, ни о каком нейтралитете уже речь идти не может. Все это, к сожалению, соседствует с абсолютным игнорированием того, для чего, собственно, Церковь и существует. На мой взгляд, на Украине сегодня забыли, что в словосочетании «духовное служение» с «церковным служением» главным словом является «служение», а не «церковь». Поскольку, вмешавшись в политику, Церковь проигнорировала такое событие, как 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Это вообще нонсенс, поскольку Сергий Радонежский является одним из главных святых, основателем монастырского строительства. И большая часть монастырей на Украине построены его учениками, его последователями. Значит, заявления о том, которые прозвучали, что это не наш святой, что мы не будем праздновать 700-летие Москаля, они вообще показывают, насколько та церковь может называться церковью, поскольку для них мы являемся не братьями по вере, а прежде всего русскими. Это такой махровый национализм, не имеющий ничего общего вообще с религией. И это при том, что там даже забыли о том, что Сергий Радонежский признан святым, скажем, англиканской церквью, и специальной энцикликой Папы Римского призван святым для всех католиков восточноевропейских стран, настолько он авторитетен. Нет, это все для Украины сейчас не актуально. Слава Богу, приехал вместо блюстителя на 700-летие в Троте Сергиеву Лавру, но он приехал практически как частное лицо, без выступлений, без показов под камеру, без всего этого. Поэтому на Украине, мне кажется, церковь, она, к сожалению, не может не остановить войну, не способствует какому-то примирению. И совершенно другая ситуация в России. Понимаете, наша церковь, она, слава Богу, выделила для себя уроки истории, и действующий патриарх, я надеюсь, до этого не дойдет. Но это человек, который очень хорошо знает историю и знает, чем заканчиваются для церкви игры в политику. Поэтому в случае каких-либо попыток свержения действующей власти, проведения очередной революции, здесь позиция церкви будет однозначна. Она это никогда не признает и будет осуждать. Поэтому наша ситуация в этом отношении более прогнозирована и спокойна, чем на Украине. Таково мое мнение, по крайней мере. Спасибо. Я хотел бы сделать несколько технических замечаний. Первое заключается в том, что огромная часть российской интеллигенции не заметила изменений в повестке дня применительно к России. Мы все привыкли обсуждать ситуацию, исходя из того, что у нас плохое государство, и его можно и было бы неплохо как-то улучшить. И огромное количество людей не заметило, что после нацистского переворота на Украине вопрос стоит не об улучшении или ухудшении российского государства, а о его физическом существовании. Эта ситуация стала в повестку дня. Потому что холодная война – это война, которая ведется на уничтожение противника. Задача, которая стоит перед нашими, как говорится, партнерами на Западе, она вызвана тем, что кто-то из них маньяк. Она вызвана вполне объективными вещами. Есть глобальный кризис, конкуренция за ресурсы и спрос ужесточаются, и нужно подбирать по амбарам, по сусекам то, что еще позавчера казалось совершенно незначимым ресурсом. Задача ставится вернуться в Россию в 90-е годы под внешнее управление, но обладать Россию для того, чтобы обладать ресурсами, не как в 90-е, а по-настоящему, и осуществить дезинтеграцию России. Не только по линии Сибири и Кавказ, но и в части по Волге, и средней Волге, и чем меньше, тем лучше, просто для того, чтобы не восстановилось это непонятное и неприятное единство. Это реальная системная задача. Первая задача, которая стоит перед нашими уважаемыми коллегами, заключается в том, что нужно что-то делать с долгами, и для того, чтобы эта безумная пирамида безнадежных долгов, что уже понимают все без исключения, не обрушилась сама стихийно и не похоронила под собой Запад, нужно устроить что-то вроде Третьей мировой войны, для того, чтобы она, обрушившись, похоронила под собой, в первую очередь, Восток. И сейчас решается вопрос. Третья мировая война будет развязана на Ближнем и Среднем Востоке, где не просто так была создана исламская армия в Ираке, исламское государство Ирака, и оно совсем не просто так. Соединенные Штаты Америки долгое время отказывались оказывать поддержку светскому государству Ирака, хотя, в общем-то, формально они его и создавали. Или же она будет разрешена на Украине. И вся позитивная часть российской политики заключается в том, чтобы спихнуть этот потенциальный костер подальше от своей границы. Что касается самой России, не нужно преувеличивать качество нашей замечательной элиты. Я напомню, что Россия финансировала нацистов до середины июня месяца, когда мы осуществляли заведомо бесплатные поставки газа, заведомо нацистскому режиму, что, строго говоря, является уголовным преступлением и по российским законам, и по нормам международного права. И в этом отношении до сих пор у значительной части российских и олигархов, и бизнесменов симпатий к украинским нацистам значительно больше, чем к собственному народу. Ссылок на то, что нет денег, я, к сожалению, не понимаю. В июле месяц, не используя остатки средств на счетах федерального бюджета, выросли еще на 300 миллиардов рублей. В июле основная часть этих денег опять направлена на поддержку финансовых систем тех самых стран, которые идут против нас в холодную войну. 8,1 триллиона – это деньги достаточные, не только накрытные, а недостаточные на модернизацию всей Украины, точно так же, как и недостаточные на модернизацию всей Российской Федерации было бы желаем. И Путин сегодня находится в ситуации, очень напоминающей ситуацию Николая II, когда ему предъявляют претензии все по диаметрально противоположным причинам. Против него выступают левые и правые по диаметрально противоположным причинам, против него выступают патриоты и либералы, против него выступают самые разные националисты. Причем претензии со стороны татарских националистов и русских националистов, в принципе, если заменить название народа, они примерно идентичны. Единственное, кто к нему, по-моему, не предъявляет никаких претензий – это чеченские националисты, Но это специфика данного региона. Я думаю, что через некоторое время мы увидим нечто подобное. На самом деле, исторически это не безнадежная ситуация, потому что в очень похожей ситуации находился не только Николай II. В очень похожей ситуации находилось руководство Коммунистической партии Китая накануне площади Тианин. И тем не менее, оно сумело из этой ситуации выйти. Так что она не безнадежна. И первое, чем у нас учат пример Ден-Сиопина, если уж мы не хотим брать примеры поближе, это то, что если вы хотите выжить, вы должны избавиться от пятой колонны. И здесь существуют очень простые временные рамки. У нас нам гарантирована стабильность до августа 2015 года, потому что и в мире достаточно серьезная инерция стабильности, и у нас достаточно серьезная инерция стабильности и в части материальных ресурсов, и в части финансов, и до сих пор в части психологии. Потому что Крымская заморозка только-только начинает течь. И некоторое время она еще будет существовать, по крайней мере, до следующего округа. Значит, для того, чтобы избежать срыва системы Кризис, нам нужно начать модернизацию, хотя бы начать, чтобы просто показать, что государство что-то делает, до августа следующего округа. Для этого нужно изменить бюджет. Менять бюджет на коленке – дело крайне сложное, и в силу естественного сопротивления бюрократического материала крайне проблематично. Менять бюджет в январе – поздно. И, естественно, в режиме подвига это можно делать, но это требует колоссального воздействия на управленческую среду, которая достаточно упробно. Поэтому нужно, по крайней мере, один месяц до начала следующего года для того, чтобы провести необходимые изменения по изменению бюджета до начала его формального исполнения. Это месяц. И еще один месяц нужно для того, чтобы объяснить исполнителям, что, а, в этот раз это серьезно, то есть это не традиционные разговоры о том, что «эх, хорошо бы!» Это не медведевская модернизация, это модернизация по-честному. И, во-вторых, чтобы люди, которые заменят либеральную пятую колонну в правительстве, по крайней мере, освоились бы, познакомились бы друг с другом, познакомились бы со своим аппаратом, проредили его и наладили минимальное взаимодействие. И то, и другое, и тот, и другой месяц – это предельно жесткие сроки. Эта работа действительно в режиме полного Аврала и Раскардаши. И мы получаем простую дату – 1 октября 2014 года. Если до 1 октября 2014 года правительство Российской Федерации, его, естественно, социально-экономический блок в первую очередь, и Банк России будут оздоровлены в части кадрового состава, то в этом случае Россия имеет хорошие нормальные шансы на избежание системного кризиса, на избежание февральской революции. Если же до 1 октября нам будут продолжать рассказывать про патриотизм, про геноцид мирного населения на Востоке, про то, что зато Крым наш, и мы его осваиваем, про модернизацию БАМа, строительство ЦКАДа и полета на Марс, но ситуация кадрова останется без изменений, ситуация России, скорее всего, будет печальной. Не неизбежная, подчеркиваю, вероятность, но вероятность станет заметной и резко негативной. И, скорее всего, через некоторое время мы будем потоком москвичей, которые бегут в эмиграцию в Киев, возобновиться, и мы будем искренне считать ушедшего с политической арены господина Путина гуманистом, демократом, патриотом и даже эффективным государственным деятелем просто по контрасту с тем, что будет после него. Продолжение следует...